Сейчас, если 40 сантиметров, и то хорошо. Это 125 гектаров ячменя. Дождя здесь не было уже два месяца. 15-минутный ливень прошел пару дней назад. Только вот толку от него. Ра, два, три, четыре. Пять колосков чего? А здесь, по-моему, раз в семь больше, да? Да. Это и то еще недостаточно. И то еще недостаточно, да. По словам Гази Заханова, осенью планировали собрать зерна 40 сантиметров с гектара. Сейчас хотя бы 15. Такая картина и с пшеницей. И в сравнении с другими районами республики ситуация в Рыбной Слободе еще более-менее. На территории районов 30% не прошел дождик. Вообще не было с 3 мая. А вот 70% более-менее иногда дожди были. Но, видите, погода тоже жаркая. И то, что падает в землю, быстро испаряется. В связи с аномальным июнем сегодня Рустам Иниханов провел уже второе за неделю заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. За 7 дней местами в республике прошли дожди. Но легче от этого аграриям не стало. Причем такая ситуация и у соседей. Засуха в Башкортостане, в Самаре, Ульяновской и Орибургской областях. Влаги в почве на сегодняшний день в пахотном слое они низкие и составляют менее 10 миллиметров продуктивной влаги, что является критическим значением. Критическая ситуация уже наступила с кормами. Только половина районов в этом году сможет ими обеспечить себя. Последствия жары бьют по карману уже сегодня. Каждый день республика недосчитывается более 15 тонн молока. В ходе засушивания районов поставлена задача обеспечить выплату арендной платы за паевые земли в размере рекомендованными сельхозам не менее 800 рублей за гектар, только кормами или деньгами. Не надо соваться на трудности, а необходимо помочь своему населению сохранить живность в подворье. Вообще суховей, почвенная атмосферная засуха зафиксирована в 38 районах республики. В них введен режим ЧАЭС. Это позволит хозяйствам рассчитывать на страховые выплаты. На них смогут рассчитывать только 10% хозяйств республики. В этой ситуации Рустам Мениханов сегодня поставил задачу усилить работу по заготовке кормов, в том числе и в лесных массивах и за пределами региона. Рассмотреть вопрос расчета с населением за пай кормами контроль возложен на глав районов. Оперативная шерта в ежедневном режиме должна работать в части кормов и для общественного сектора, и для личного подворья. Президент отметил, внутренних ресурсов для заготовки кормов может не хватить, и поэтому будет рассмотрена возможность зерна фуража. Салават Нухмадуллин, Денин Филатов, ТНВ, Казань, Роднослободский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.